Здравствуйте! Это новости на канале СКАП. С вами Юлия Клёнова. Смотрите выпуски. Отлично идёт ремонт. Дождались. То есть преобразуется город от этого. Дороги от лица города. Ускоренными темпами в этом году в Жигулёвске за счёт областного бюджета отремонтируют 15 улиц. А вы знаете, это главная задача. Не надо быть похожим ни на кого. И в СРЭЮ ВЕСТА АвтоВАЗ представил новые модели своих автомобилей. Идёшь на работу, как на праздник. Я всегда, когда ухожу, говорю мужу, я говорю, я пошла нести культуру в массу. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. В стране отмечают День российского кино. Транспортная полиция продолжает разыскивать свидетелей убийства в акватории Волги напротив Барбошиной поляны и Девятой просеки. Там вечером 22 августа обнаружили маломерное судно «Виктория» с пулевыми отверстиями. В катере без сознания с пулевым ранением в голову находился житель Самары Денис Корнеичев. Позже он скончался в больнице. Как установили оперативники, прогулочное судно «Москва» проходило недалеко в момент совершения преступления. Как полагают полицейские, его могли увидеть отдыхающие. Убедительная просьба очевидцев преступления, а также лиц, видевших маломерное судно, двигающие на большой скорости в сторону острова Зелененька, либо в сторону Самарского речного порта, а также лиц, видевших перевозимое по городу маломерное судно с повреждениями, обратиться в Средневорско-Линейное управление внутреннего региона транспорта по следующим телефонам 333-79-42 и 303-36-82. Анонимно гарантируют. Жигулевск приобретает новый облик. В прошлом году капитально отремонтировали 18 километров региональной дороги Урал-Солнечная поляна Ширяева. Она связывает населенные пункты в Ставропольском районе и проходит через Жигулевск. В этом году на автодороге отремонтировали подходы к железнодорожному переезду. Ведется ремонт еще и 15 автодорог в Жигулевске. Средства были выделены из Дорожного фонда Самарской области по поручению главы региона. Оксана Банина с подробностями. 4 тысячи тонн асфальта использовали подрядчики для ремонта дорог в Жигулевске. На улице Ленина, Ткачево и Первомайское уже уложили верхний слой. На Фрунзе пока только выравнивающий слой. Контракт предусматривает не только замену дорожного полотна, но и бортового камня, крышек, люков и решеток ливневки. Ремонтные работы ведутся круглосуточно. Движение транспорта при этом не останавливается. Если ремонт города брать, здесь стесненные условия наличия движения. Пять маршрутов автобусов, то есть перекрытие невозможно, что нас бы, конечно, больше устраивало полное перекрытие улицы. Поэтому в этом сложность, конечно, есть. По данным специалистов, изношенность дорог в Жигулевске составляет 78%. Но еще в прошлом году за счет средств областного дорожного фонда отремонтировали 12 улиц. В этом году на замену дорожного полотна на 15 улицах, в том числе в селах Зольное, Ширяевое и Богатырь, из дорожного фонда выделили почти 93 миллиона рублей. 13,5 миллионов впервые пойдут на ремонт внутри квартальных дорог. Сроки окончания ремонтных работ для подрядчиков установлены жесткие. 100% план должен быть выполнен. Вы знаете, что спрашивать очень строго будем и по качеству, и по плану работы, который установлен. 1 октября у нас все работы должны быть закончены. Могут остаться какие-то неточности, могут остаться какие-то недоработки, переделки. Но, тем не менее, работу 1 октября мы должны перенять. Поэтому подрядчик это прекрасно понимает и ускоряет сейчас темпы. И все во многом, конечно, будет зависеть от погоды. Мы все-таки надеемся, что нам будет погода сопутствовать. И мы выполним ту поставленную задачу, которая перед нами стоит. Жители Жигулевска уже заметили существенные изменения в облике города. Отлично идет ремонт, дождались. То есть преобразуется город от этого, дороги от лица города. А раньше какие были? Безобразные. Дороги здесь отремонтировали, начали ремонтировать. Прям вообще было убийство ездить. А сейчас ровные дорожки такие красивые. Мне прям это нравится очень. Оксана Банина, Николай Сидоров, СТВ. X-Ray и Vesta. АвтоВАЗ представил новые модели своих автомобилей. Это эксклюзивные разработки. Над ними трудились несколько лет. В итоге получились машины нового поколения. Они отвечают всем мировым требованиям. Мой коллега Александр Семенов оценил автомобили. Этого показа ждали давно, целых два с половиной года. Специалисты АвтоВАЗа трудились над разработкой моделей. Главной задачей было приятно удивить автомобилистов. Машины должны стать конкурентоспособными на отечественном рынке. Причем практически для всех категорий граждан. Кроме того, автомобиль открывает два новых семейства машин, которые будут выпускаться на заводе. Например, Vesta будет производиться на собственной платформе. Выпуск автомобиля начнется в конце следующего года. На Ижевском заводе сейчас готовят производственные мощности для выпуска 120 тысяч машин в год. Если мы говорим о Vesta, то это современная платформа, которая обладает повышенной безопасностью. Значит, это и жесткость кузова накручения, да, и выполнение всех требований современных и перспективных с точки зрения безопасности водителя и пассажира. А это уже автомобиль Lada X-Ray, что означает рентгеновские лучи. Он разработан совместно с румынскими инженерами. Здесь представлена интернациональная идея. Выпуск машины стартует только в 2016 году в Тольятти. Будет производиться до 60 тысяч автомобилей в год. Это главная задача. Не надо быть похожим ни на кого. Хотя на всех вместе можно, но при этом здесь есть абсолютно самостоятельное лицо, и это главная задача для разработки фирменного стиля. Осенью этого года стартует предсерийное производство автомобилей. выпустят около 100 моделей. Они будут предназначены для ходовых испытаний. В дизайне обоих автомобилей реализован новый X-Stil. Стоит отметить, что стоимость обеих моделей пока не определена. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ, Тольятти. И вот о чем мы расскажем во второй части нашей программы. Идешь на работу, как на праздник. Я всегда, когда ухожу, говорю мужу, я говорю, я пошла нести культуру в массу. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. В стране отмечают День российского кино. Продолжаем выпуск. Коммунальная нерасторопность. Жители дома по улице Ленинской, 110. Всерьез обеспокоены аварийной ситуацией в подвале их дома. Под фундамент поступает горячая вода. И это продолжается уже почти два месяца. Все подробности расскажем далее. Это называется техническая яма, которая предназначена для ввода холодной воды. Это в распределительный узел холодной воды. Заполнена горячей водой, которая поступила вследствие порыва трубы, через подполом, всю землю напитав, и пришла сюда. Улица Ленинская, 110. Такую картину в подвале жители наблюдают уже около двух месяцев. Кипяток за это время заполнил пространство под всем домом. Разумеется, ситуация вызывала определенное беспокойство у жильцов. Вот только на их просьбе начать заниматься решением проблемы, управляющая компания отреагировала, мягко выражаясь, не сразу. Лишь в минувший понедельник коммунальщики обнаружили место утечки, горючую воду перекрыли. Больше суток в кранах квартир ее не было. При этом весь ремонт пока ограничился лишь установкой на аварийную трубу пары хомутов, надежность которых вызывает сомнения. А когда в подвале начнутся боли, глобальные работы неизвестно. Собираются они делать так, что они должны заказать трубы, оплочат их, потом они их получат, и после этого они будут менять аварийный участок. Это, по идее, должно было быть давно определиться. Должен следствия ходить и смотреть за этим, сам обнаружить это дело, потом доложить руководству, заказать, соответственно, трубы, и в определенное время отключить и сделать. Ну, буквально это займет 3-4 дня. Мы уже два месяца, как вода под всем домом, у нас бежит. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. Должников в Самарской области стало меньше. Самарские судебные приставы подвели итоги за 7 месяцев работы. Всего жители губернии задолжали более 77 миллиардов рублей. Из них на сегодняшний день выплачены порядка 17 миллиардов. В лидерах долги за услуги ЖКХ – более полутора миллиардов рублей. Перед началом учебного года особое внимание приставы уделяют должникам по алиментам. В губернии проходят акции «Собери ребенка в школу». Работа в этом направлении проходит в несколько этапов. К нерадивым родителям приходят судебные приставы, выдаются предупреждения. Также проверяется имущество по месту жительства и устанавливается место работы должника. А в некоторых случаях на имущество накладывают арест. Обо всех долгах можно узнать, а заодно и оплатить их на сайте службы судебных приставов, а также через мобильное приложение. Для этого достаточно указать фамилию, имя и отчество. Только по статье 157 у нас очень большое увеличение по сравнению с прошлым годом. То есть нужно констатировать, что в этом году у нас привлечено должников к уголовной ответственности, конечно, гораздо больше. Эта мера действенна, она работает, и мы ее достаточно активно применяем. Священные служители, особенно в сельской местности, очень часто встречаются с должниками, и особенно весь упор именно по алиментам обязательствуем. В ходе акции они тоже встречаются. Не только русско-православные церкви, но и сами знаете, у нас очень много мусульман, это муфти встречаются с ними, беседуют. И это тоже очень действенное, кстати. О других заметных событиях в нашем видеообзоре. Единого учебника по истории России не будет. Вместо него Миноборнауки предлагает ввести единый историко-культурный стандарт, на основе которого будут разработаны учебники истории. Кроме того, по словам главы ведомства, все написанные учебники пройдут обязательную общественную и профессиональную экспертизу. Напомним, в феврале 2013 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки учебников, которые будут лишены внутренних противоречий и двойных толкований. Ученики выпускных классов начнут писать сочинения уже в декабре этого года. Оценивать творчество будут по системе зачет-незачет. Если в декабре школьник получил за работу незачет, ее разрешат переписать в феврале и апреле-майе. Все темы будут опираться на произведения русской и мировой литературы. Тематические направления станут известны до 1 сентября, а сами темы объявят выпускникам прямо перед экзаменами. Совет по вопросам проведения итогового сочинения при Миноборнауке предложил пять тематических направлений для выпускников. С 1 сентября изменится расписание прогулочного теплохода «Москва». Теплоходы начнут ходить по-новому. На Москве можно будет отправиться только в три рейса – в 12, 3 и 6 часов вечера. В выходные и праздничные дни вместо пяти рейсов останется четыре в привычное для горожан время – в 12, 2, 4 и 6 часов. В новом расписании отсутствует только последний рейс – в 20 часов. День российского кино отмечает страна. Этому празднику 95 лет. В августе 2019 года все студии и прокатные конторы объявили достоянием народа. Первый отечественный фильм «Понизовая вольница» снял режиссер и предприниматель Александр Дранко в 1988 году. Картина о похождениях Стиньки Разина вызвала неоднозначную реакцию. Много критики, но вместе с тем и немалый интерес. За свою историю отечественный кинематограф пережил несколько этапов – появление звука, цвета, компьютерной анимации и 3D-технологий. Среди самых кассовых российских картин «Сталинград» при бюджете в 30 миллионов долларов выручка составила в два раза больше. Ну а главная премия в области кинематографии «Оскар» досталась российскому фильму в 1995 году. Статуэтку в категории «Лучший фильм на иностранном языке» завоевала картина Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Мы узнали, как в 21 веке работают киномеханики и что любит самарский зритель. Нашу съемочную группу пустили в святая святых кинотеатра художественной – старейшего из действующих в Самаре. По узкой лестнице в аппаратную поднимались и в лихие 90-е, и в Великую Отечественную, и, скорее всего, до революции. Киномеханик Нина Чернышова почти три десятилетия ходит по этим ступеням. Но все остальное в ее работе изменилось до неузнаваемости. Рядом с современным проектором, который похож на суперкомпьютер, еще и тится старый. Но фильмы для проката давно привозят не на катушках, а на дисках. 21 век прочно занял свои позиции в этой маленькой комнате и на экране. Новые герои, другие декорации. Нина Афанасьевна наблюдает за ними снова и снова по десятку раз. Говорит, Нина доедает. Если фильм интересный, смотришь, уже наблюдаешь, какие ляпы бывают, какие накладки. Идешь на работу, как на праздник. Я всегда, когда ухожу, говорю мужу, я говорю, я пошла нести культуру в массы. В День российского кино в самом старом Самарском кинотеатре художественный в прошлом году отметил столетие показывают ремейк любимой нетленки «Кавказскую пленницу». Идет марафон детских мультфильмов, на очереди добротные советские картины. У кинотеатров в последние десятилетия серьезно поменялся репертуар. Вместо боевиков и прочих незамысловатых лент, которые здесь называют просто попкорн, зрители предлагают интеллектуальное кино. И когда с интеллектуального фильма выходят люди, они останавливаются и даже с нашими администраторами начинают общаться. Пишут наши всегда какие-то отзывы о своих впечатлениях. И, как я сказала, что они и возвращаются, и еще раз посмотреть фильм, и объяснять, почему они вернулись, чтобы его посмотреть. Возвращаются, чтобы осмыслить. Качественная картина, как говорят эксперты, тема отличается от подделки погремушки. Она заставляет задуматься. И это качество уже много лет держит на плаву всю огромную индустрию кино. Юлия Кленова, Григорий Плешаков, СТВ. Далее новости спорта и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню адрес сайта георгия Лиманского, гейслиманский.ру. Читайте наши новости первыми в социальных сетях, группах СКАТ СТВ Самара и заходите на сайт радиокомпании СКАТ. И на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся.